Автограф дня в эфире. С вами Алексей Шемякин. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. В Виноградовском районе после ремонта открыли обновленный культурно-досуговый центр, что на очереди. В Архангельске назвали обладателей высшей общественной наградой области Достояния Севера. Кто они, лучшие люди и предприятия региона. В Северодвинске сегодня проверяли, как идет берега укрепления набережной на острове Ягры. Какие выводы сделала комиссия. Кто она, женщина года. Конкурс с одноименным названием состоялся в областной столице. И расскажем, как сыграла молодежная команда Северной Двины в матче по мини-футболу Юниор Лиги. В Приморском районе в результате ДТП погиб человек. Авария произошла на 26-м километре автодороги М8. Водитель «Жигулей» столкнулся с рейсовым автобусом. От удара легковушку откинуло навстречу, где на нее наехал внедорожник. В результате ДТП пассажир отечественного авто скончался на месте. Еще двое пассажиров и водитель госпитализированы. Установлено, что рулевой ВАЗа был пьян. Другим темам неделя гражданского общества в Поморье прошла на высоком уровне. Такую оценку форуму по его итогам дал губернатор области Игорь Орлов. Это было несколько мероприятий, направленных на развитие некоммерческого сектора в регионе. Выставки, рассказывающие о ТОСах и НКО. Добрые уроки в школах, лекции беседы с федеральными экспертами. И заседания общественной палаты области. Завершением очень ярким и содержательным было Ломоносовское ассамбление с учением награды «Достояние севера». Я попрошу оргкомитет этих мероприятий представить мне предложение поощрения всех участников, коллективов, проводивших эту неделю гражданскому обществу. По мнению главы региона, неделя гражданского общества стала хорошей площадкой для диалога активных общественников и представителей власти. Теперь Виноградовский район, там, в поселке Березник, распахнул двери обновленный культурный центр. Здание 1987 года постройки, и оно уже требовало срочного ремонта. После пяти месяцев реконструкции местные жители получили обновленный культурно-досуговый центр, отвечающий всем стандартам качества. Владлина Романова продолжит. Перед главным входом в ДК гостей встретил местный фольклорный коллектив. Всправляет Иванова серия! В 2019 году проведен комплексный ремонт здания. Он начался еще в июле. Сейчас полностью заменили крышу, двери, сделали косметический ремонт в помещениях и актовом зале. Более 30 лет здесь танцует и поет Анна Лукина. Она самый взрослый участник фольклорного коллектива. Ей 90 лет. Ремонт? Да. Да мы так вроде и не замечали, что он у нас плохой, но так хороший был Дом культуры. А сейчас? Ну сейчас, в обновленный совсем. Сегодня в Доме культуры работают 42 клуба по интересам. Занимается почти 600 человек. Для молодежи это здание – место для творчества и встреч. Если честно, я когда сюда пришла, я просто в таком шоке была от того, что как здесь стало так светло, просторно. И все ребята, которые сюда приходят, они спрашивают, а как можно сюда попасть? То есть они стали наиболее заинтересованы в общественной жизни нашего района. На ремонт из областного бюджета выделили более 14 миллионов рублей. Нашли 1 миллион и в местной казне. В 1987 году Дом культуры был построен, сдан с плоской крышей. Для Севера это неприемлемая конструкция. И с первых же дней она стала протекать. Буквально каждый год ремонтировали. Ну вот, прошло время, мы несколько раз обращались к правительству. Вот обратились лично к Игорю Анатольевичу Орлову, он поддержал. Благодаря реконструкции крыши появилось новое помещение с панорамными окнами, в котором будет располагаться молодежный ресурсный центр. Я очень рада, что в Березнике, в Виноградовском районе, есть прекрасная команда людей, на которых можно положиться в любом деле. Им нужна всего лишь небольшая помощь, и они из всего, что угодно, могут сделать конфетку. Центр культуры, центр всего поселка Березник, центр всего Виноградовского района раскрыл совершенно невероятные возможности. И то, что помимо, собственно, такого хорошего ремонта, с хорошими потребительскими свойствами, мы еще и получили дополнительные помещения, которые придуманы самими ребятами. Для жителей Березника обновленный дворец культуры стал большим подарком региона к 90-летию Виноградовского района. Владлена Романова, Александр Богданович, Александр Кузнецов, Регион 29. Бесценное сокровище Севера – это люди. Таков девиз Ломоносовской ассамблеи, которая прошла в Архангельске. Это итоговое мероприятие года, где вспомнили яркие события 2019-го и чествовали северян, чей вклад в развитие родного края несоизмеримо велик. На вручение главной общественной премии «Достояние Севера» побывала Наталья Апулина. «Твои люди, Север» – чествование неутомимых жителей региона, которые практически всю жизнь положили на развитие родного края, добрая традиция Ломоносовской ассамблеи. Но прежде чем вручить главную общественную награду «Достояние Севера», на сцене Архангельского театра драмы вспомнили известных земляков. Ученый Михаил Ломоносов, капитан Николай Воронин, писатели Борис Шергин и Федор Абрамов, академик Николай Лаверов, актер Сергей Плотников. «Театр – вся моя жизнь», – так он говорил. «Образы, созданные мною, как дети мои. Почетного гражданина города Архангельска Сергея Николаевича Плотникова неоднократно звали в столичные театры. Но он остался верен любимому городу». Верность своему делу и краю – так можно сказать и о сегодняшних лауреатах. Одним из лучших предприятий непроизводственной сферы признан Архангельский молодежный театр. «Мой театр знает, что он делает. Обычно принято говорить, что спасибо папе, спасибо маме там и так далее. Дело все в том, что мы уже давно достояние Севера. 27 стран мира, где звучало слово «Архангельск, Север». Четыре выпуска театрального института». Эту награду молодежный театр разделил с областным институтом открытого образования. Среди производственных предприятий отмечен коллектив Северного производственного объединения «Арктика». Особые успехи в сфере сельского хозяйства показало предприятие «Пежма» Вельского района. Золотой нагрудный знак «Достояние Севера» получили 10 лауреатов. Среди них Сергей Баканов, врач-ортопед, которым одним из первых в Архангельской области внедрил более 50 новых методик, в том числе методы Лизарова и эндопродезирование тазобедренного и коленного суставов. «Я хочу сказать только одно. Мы все стоим на плечах гигантов. И эту высокую награду я хочу по праву разделить со своими учителями, многих которых сейчас нет, это хирурги и травматологи-ортопеды Архангельской области. Вспомним их всех хотя бы в душе и, конечно, со своими коллегами. Я всех люблю». Достоянием «Севера» признаны и заслуженный врач Татьяна Подьякова, председатель рыболовецкого колхоза «Север» Марина Селиверстова, мастер-берестянщик Александр Шутихин, краевед Анатолий Новиков, советник ректора САФУ Альберт Сметанин. Всего на премию заявилось 45 претендентов из 17 муниципальных образований региона. Жюри выбрало лучших. «Мы постарались эту работу сделать честно и справедливо. И нам показалось, что мы это сделали. И сегодня на сцене, вы видите, сидят те достойные, кто получил эту награду. Но их гораздо больше было». «Каждый достояние своей деревни, поселка, района, города. Вы ведете за собой людей и меняете мир к лучшему, реализуя социально значимые инициативы. Поэтому есть предложение Коркомитету региональной общественной награды «Достояние Севера» ввести еще одну номинацию конкурса за вклад в развитие гражданского общества». Завершилась церемония не менее красиво – концертом Центрального образцового оркестра имени Римского-Корсакова в МФ России. Наталья Пулина, Регион 29. 200 миллионов рублей столько потратит Северодвинск на берега укрепительной работы. Сегодня с проверкой чиновники побывали на двух объектах – берег Белого моря и набережной реки Кудьма. Николай Цып услышал некоторые итоги работы. Таким через три года должен стать берег реки Кудьма. До 31 декабря подрядчик должен завершить забивку труба шпунта на 16-метровом участке. По плану в 2021 году завершат укрепление берега на протяженности 184 метров. Сами сваи будут заполнены изнутри бетоном, цементо-песчаным раствором, сверху бетоном. И сверху обустроена железобетонная головка. Установлены анкерные плиты и сформирована отсыпка территории примерно до того уровня, что мы сейчас с вами стоим. Как отметил представитель подрядчика, всю работу реально сделать и за 8 месяцев. Однако из-за финансирования контракт трехлетний. Общая стоимость работ – 152 миллиона рублей. Но, возможно, сроки завершения сдвинут. Посмотрим, как будет исполняться бюджет, какие у нас пойдут межбюджетные трансферты. И с точки зрения высвобождения средств местного бюджета, возможно, что сможем решить перенос с 2021 на 2020 год наших ресурсов. От стихии защитят и набережную Зрячево на острове Ягры. На всем протяжении в землю вдавливают шпунты. Срок сдачи – сентябрь 2020 года. Но на сегодня подрядчик отстает от графика из-за сложности вдавливания. Сваи погружались только на 3 метра вместо положенных 6. Проблему решили. Специалисты посоветовали сделать гидроподмыв. При гидроподмыве шпунт ложится более ровно. То есть сейчас вы этим методом дальше пойдете? Да. То есть во время работы подается напор воды, и шпунт под давлением одной тонны легко встает на место. Кроме укрепления, этот же подрядчик набережную и благоустроит. Дальше идет обетонивание. Ростверка по шпунту идет с плитой до существующей набережной. И впереди, перед этим самым крыльцем, перед ростверком щебенка. Но потом есть небольшие работы по благоустройству, замене. Там где-то порядка 800 квадратных метров асфальта. И освещение набережной. Отметим, что используется ПВХ-шпунт, а не металлический. Замена материалов сделана для снижения стоимости работ. Сэкономили 70 миллионов рублей. На технические характеристики это никак не повлияет. ПВХ-шпунт по сравнению с шпунтом металлическим достаточно дешевле. То есть, с чем были сэкономлены средства местного бюджета, мы выполняли корректировку проектной документации. Стоимость контракта у нас 40,9 миллионов рублей. На текущий год у нас запланирована работа на 15 миллионов рублей. К бетонированию здесь планируют приступить в апреле. В сумме на оба объекта с берегоукреплением потратят почти 200 миллионов рублей из местного бюджета. Николай Цыпь, Юлия Куницкая, Срегион 29. И сегодня в 22 часа в Архангельске ограничат поток автомобилей по Кузнечевскому мосту. Движение перекроют на полосе в сторону Соломболы. Связано это с тем, что предприятие Архкомхоз будет ремонтировать деформационный шов конструкции. Это займет 10 часов. Мост начнет работу в обычном режиме уже завтра утром с 8 часов. Сейчас пара минут рекламы, после которой расскажем о фольклорном коллективе, который дважды покорил Америку. А также о чем говорили на 9 конференции ТОСов. Есть ли к чему стремиться. Не переключайтесь. Новогодние скидки в зимней сказке. Распродажа шуб в Архангельске началась с 10 по 25 декабря. ТЦ Корона. В Натом Маркете! Набор посуды Триппид. Метод 299 рублей. Сеть магазинов «Мясные провинции» теперь в Архангельске. «Мясные провинции» – это вкусная и свежая продукция от местного проверенного производителя мясной компании «Стрела» город Котлас. Широкий выбор колбас, полуфабрикатов и деликатесов для всей семьи обязательно порадует наших покупателей и в будни, и в праздники. Ждем вас в магазинах «Мясные провинции» на Поморской, 14, за торговым центром «Гранд Плаза» и на Троицком, 121, корпус 1. Ярмарка! 21 декабря! Ярмарка в Центральном универмаге. Авторские игрушки, натуральное мыло, дизайнерская бижутерия, кончарные изделия и многое другое. Подарки к Новому году на ярмарке в Центральном универмаге на Поморской, 9. В Северодвинске стартовала трехмесячная акция «Приятные подарки на 1 миллион». В торговом комплексе «Сити» разыгрывают сертификаты на 500, 1000 и 20 тысяч каждую субботу. Правила участия очень просты, необходимо купить товары в любом отделе торгового комплекса «Сити» не менее чем на 3000 рублей. Этого уже достаточно, чтобы стать участником акции с подарками. Товарный чек меняется на «Ситифишку», а дальше поможет только удача. Главный приз – сертификат на 20 тысяч на покупку техники в М-Видео. В этот раз выиграла Людмила Опякина. Купила платье и пуховик, и выиграла сертификат. Не думала даже, никогда ничего не выигрывала. Наверное, телевизор куплю или еще что-нибудь, технику куплю. Свой новогодний подарок от торгового комплекса «Сити» может получить каждый впереди еще 11 субботних акций. Меняйте чеки на купоны. Регистрация участников стартует в 14.00, а крутить барабан начинают в 16 часов. Это «Автограмм дня». Спасибо тем, кто остался с нами. Жители Архангельской области ждет новый тариф за вывоз ТКО. Такое решение было принято на заключительной в 2019 году сессии областного собрания депутатов. При этом плата для жителей будет не одинаковой. Подробности в Артемии Заварзина. На прошедшей сессии во время пересмотра бюджета на текущий год депутаты выделили дополнительные 105 миллионов региональному Минприроды. Ведомство потратит эту сумму на обустройство в муниципалитетах, контейнерных площадок по сбору ТКО и на закупку дополнительных баков. Еще один вопрос, связанный с этим – установление нового тарифа для населения на вывоз отходов. Мы посчитали возможным установить предельный тариф. Причем он очень понятным образом, благодаря большой работе депутатов в этом году, структурирован и дифференцирован в зависимости от того, где люди живут, какие населенные пункты и условия реализации этой территориальной схемы. Новый региональный оператор по вывозу ТКО уже подал заявку в агентство по тарифам и ценам на установление платы – 520 рублей за кубометр или 120 рублей с человека. Но в зависимости от места проживания эта сумма будет меняться. 120 – это максимальный уровень, он соответствует гражданам, проживающим в крупных городах. Все остальные будут платить менее 100 рублей. Допустим, в сельской местности это будет потолок 53-52 рубля. Также платить меньше, а именно 73 рубля с человека, будут жители городов, численность населения в которых меньше 12 тысяч человек. Вместе с этим рассматривается возможность предоставления льгот по тарифу для семьи с детьми. От нуля до трех лет сейчас вопрос рассматривается в правительстве, чтобы вообще исключить оплату за тарифы. А уже ребенка школьного возраста, там, до 16 лет, соответственно, понизить на много раз, может быть, на половину. Это пока предложение, но я думаю, оно будет исполнено. Закон о льготном тарифе в сфере обращения с ТКО был принят региональными депутатами и начнет работу уже в 2020 году. По мнению парламентария, документ должен помочь области плавно войти в новую схему по обращению с отходами. Артемий Заварзин, Михаил Меньшинин, Светлана Михеевская, Регион-29. Где найти деньги для реализации проектов, как привлечь бюджетные средства или даже государственные гранты, говорили на 9-й конференции представителей ТОСов. Это движение позволяет неравнодушным людям решать проблемы своих территорий, создавая самые разные проекты от социальных инициатив до благоустройства дворов. На конференции также наградили лучших представителей территориально-общественного самоуправления региона. С подробностями Дианя Чаченидзе. А кто, если не я? С этого вопроса два года назад и началась история Архангельского ТОС-Предмостной. Жители восьми домов рядом с Кудничевским мостом не устраивал состояние их дворов. Активисты решили не ждать помощи со стороны и взяли благоустройство в свои руки. В основном все пришло в упадок с той поры, когда был развал Советского Союза, и все благоустройство пришло просто в ноль. Поэтому наша задача была, ну, хоть как-то навести хоть какой-то порядок, хотя бы в нашем партеле. Порядок навели, да так, что ТОС-Предмостный в этом году был признан лучшим в области. Такую награду председателю Натальи Щеловановой вручили на 9-й конференции представителей ТОСов. Также здесь отметили особо активных и впервые награждали за лучший проект. В этой номинации победил ТОС «Деревня Иршевская» Красноборского района. Они собрались и решили сделать такой театр, кукольный театр. Сами они шьют кукол своего театра, делают декорации сами, ставят спектакли по сказкам Бориса Ширгина, значит, по произведениям Федора Абрамова и показывают эти спектакли в школах, в детских садах. Помимо торжественной части на конференции была и деловая программа. Федеральные эксперты рассказали представителям ТОСов, как можно получить поддержку со стороны государства. Главное решение конференции – создание региональной ассоциации ТОСов. Сам процесс развития этого движения, он уже позволяет говорить и о создании ассоциации, о формировании лучших практик, о таких прорывных проектах, направленных на получение самых таких значимых грантов, форм поддержки. Архангельская область на сегодня один из лидеров по развитию территориально-общественного самоуправления. В нашем регионе работают более тысячи ТОСов, активисты которых всеми силами помогают решать проблемы своих территорий. Диана Чеченидзе, Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, регион 29. В Архангельске наградили победителей областного конкурса «Женщина года». С каждым годом участниц становится все больше, увеличивается и охват муниципальных образований. В 2019-м 64 представительницы прекрасного пола прибыли соревноваться из 21 муниципалитета. Александр Богданович продолжит тему. Тепло материнского сердца, женщина и профессия, а также общественный лидер. Всего несколько лет назад появилась новая номинация – «Женщина-хранительница северных традиций». Она, по мнению организаторов, самая популярная. Очень волнительно и, естественно, очень это, ну я считаю, серьезное такое мероприятие. Для меня это одно из таких первых мероприятий, которых я представляю не свой коллектив, мне привычнее представлять коллектив на конкурсах, а именно себя. Плесецкий район на конкурсе представила младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии номер 29 Ольга Коптяева. В номинации «Тепло материнского сердца» ей не было равных. Очень приятно представлять наш район, очень огромный по площади, и мне очень приятно, что мне выпала такая миссия, почетная представлять Плесецкий район на данном конкурсе. Конечно, это новые знакомства, новый опыт, возможность для дальнейшей самореализации. Женщиной 2019 года жюри признала жительницу Каргопольского района Надежду Ворощук. Она индивидуальный предприниматель, хозяйка гостевого дома в деревне Ледины. С самого детства Надежда интересуется историей родного края. Сегодня она проводит экскурсии по своему музею. Это отдых, встреча с интересными людьми. И я думаю, что на еще большие подвиги меня сподвигнет сегодняшний вот этот вот конкурс. Конкурс «Женщина года» проходит в Поморье уже 9 лет подряд. За это время участницами стали более 400 северянок. Среди них руководители учреждений, педагоги, медики, индивидуальные предприниматели. Каждая из них, приезжая, становится героем в своем районе, даже если она не заняла того или иного призового места. Я всегда говорю о том, что в этом конкурсе нет проигравших, нет победителей, поскольку каждая женщина, которая приехала сюда на финал, она уже победительница. Роль женщины в нашей жизни сложно переоценить в любом проекте. Мы сегодня видим таких большое количество активных, целеустремленных, ярких, красивых женщин в этом зале, которые действительно лучшие из лучших. Кроме традиционных наград, в каждой номинации были вручены специальные призы. Это стало приятным сюрпризом для всех участниц. Александр Богданович, Светлана Михеевская, «Регион-29». В Устьянском районе презентовали книгу «Как у нашего крылечка». Это воспоминания о фольклорном коллективе «Устьянские напевы». «Гордость и земли по море». Это один из немногих народных северных ансамблей, который дважды покорил Америку. 20 лет фольклорный коллектив Устьянский напевы радовался своими голосами не только жителей своего района, но и всей области. Но все начиналось задолго до этого. Пьевуни собирались у кого-то дома, а летом на завалинке у реки. Теперь об этом особые воспоминания. Она каждый раз рассказывает о своей поездке в Америку, о своем ансамбле. Это ее самая главная тема в обсуждениях. И мы вместе сидим, поем песни. Воспоминания о гастролях в Америку самые яркие. Было это в 1990 году. Их принимали на ура, поэтому спустя пять лет вновь за океан. После этого устьянских пьевуней рады были видеть везде. Архангельск, Москва, Петербург. Они и сегодня экспериментируют, пытаются создать новые композиции. Любила всей душой. А он дурак, несчастный, смеялся надо мной. Многих из пьевуней уже нет рядом с нами. Оттого и возникла мысль написать книгу о замечательных бабушках, как у нашего крылечка. Начали собирать материал, фотографии, воспоминания автор Лидия Буторина. Она поддерживала коллектив все 20 лет его существования. Это часть моей жизни, это часть моей судьбы. И поэтому, если не сейчас, то что-то ведь и я забуду. Поэтому здесь достаточно много воспоминаний, в том числе и о решении организационных вопросов, когда мы собирали бабулечек в Америку, ну и ряд других вопросов. Все фестивали, фактически, я была рядом. За общим столом звучало много воспоминаний о прославленном коллективе, о людях, которые помогали в организации концертов и далеких поездок. Завершился вечер вручением каждому гостю книги, как у нашего крылечка. Алексей Шемякин, Ирина Марчик, Регион 29. Архангельский конькобежец Александр Румянцев завоевал золото и бронзу на очередном этапе Кубка мира, который проходит в японском Нагане. На дистанции 5000 метров в составе нашей сборы он финишировал третьим, уступив россиянину Даниилу Семерикову и новозеландцу Питеру Майклу. Ну а ранее Александр Румянцев взял золото в командной гонке. Напомним также, что на торжественной церемонии спортивной звезда Беломорья 2019 наш конькобежец был признан лучшим атлетом Архангельской области по итогам уходящего года. Теперь о мини-футболе. В выездной игре 11-го тура в высшей лиге Архангельско-Северная Двина потерпела поражение от московского Мосполитеха 3-2. Встреча получилась равной по содержанию, но чуть удачливее оказались москвичи. Хозяева площадки первыми открыли счеты и на протяжении всего матча не позволяли Северной Двине отыграться. При этом Мосполитех трижды за матч получал право на удар с 10 метров, но один стандарт пошел мимо ворот, два других парировал вратарь архангелогородцев Дмитрий Медведев. На 49-й минуте за неспортивное поведение был удален капитан Северной Двины Константин Чащин. Таким образом, он не сможет помочь своей сборной в домашнем матче против дубля «Газпром-Югры» 21 декабря. В это же время в Архангельске молодежная команда Северной Двины проводила матчи юниор-лиги. Это самый престижный молодежный турнир по мини-футболу в России. В каждом туре 13 команд делятся на группы и играют матчи по территориальному признаку. Столица Поморья стала одним из городов, где проходил второй тур соревнований. Чем он закончился, знает Михаил Меньшени. Из трех команд-участниц архангельского этапа юниор-лиги сильнее всех оказалась новая генерация. И Северная Двина, и Ухта с минимальным счетом 1-2 и 3-4 соответственно проиграли с актовкарской молодежи и по тому в очном противостоянии боролись за первые очки во втором туре. На старте архангелогородцы создают несколько моментов, но подводит реализация. В этом плане удачливее оказались ухтинцы, забив едва ли не в первой атаке. Команда, которая к нам приезжает, уже играет на таком уровне на долгое количество времени. А мы в первый раз заявились на такой крупный турнир, все время играли на городских соревнованиях. И такого сопротивления никогда не встречались. И от этого страдает наша реализация моментов. Только в первом тайме игроки Северной Двины пять раз били из убойных позиций. Но мимо. Ухта же свой момент не упустила. Под занавес тайма удвоев преимущество. Но стоит отметить, наверное, в плюс, что мы создали такое количество моментов. Это наш первый матч в юниор-лиге, где мы ведем игру, создаем такое количество опасных эпизодов. Другой вопрос, почему мы не забивали, знаете, но это футбол. Бывают такие дни, когда мяч просто не идет в ворота. Во второй половине архангелогородцы, наконец, организовали гол. Мяч в свои ворота срезал игрок Ухты Валерий Цветков. Но почти сразу гости исправили эту оплошность. Не меньше, чем за минуту еще дважды пробивают Алексея Рацкевича. 4-1 в пользу Ухты к середине таймы. И в такой сложный момент молодежь Северной Двины добивается чуда. В течение пяти минут забивают Деревлев, Ожималов и Пахтусов, тем самым позволяя команде вырвать ничью. При счете 4-1 сыграть 4-4 – это просто бездарно. Все голы, которые залетели, они залетели. Они не должны были залетать просто. Индивидуально мы их спокойно должны были выигрывать. После второго тура у нашей команды 4 очка и 10-е место в таблице. В следующем раунде архангелогородцы сыграют три матча в Сыктывкаре. У нас цель собрать лучших ребят в Архангельской области. Сейчас пока эта цель не достигнута, мы все еще смотрим, все еще ищем. И сможете увидеть, я думаю, уже в Сыктывкаре. На третьем туре будут появляться новые ребята и команда будет дополняться. Главный промежуточный итог турнира для молодежи Северной Двины – ребята не опускают руки в сложной ситуации и имеют характер. А значит, со временем придет и мастерство. Михаил Меньшанин, Светлана Михеевская, Регион 29. Ну что ж, такие новости сегодня. Благодарю всех, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Будьте здоровы!